Приглашаю на канал, нет поздравлений. Пусть в новом году будет спокойствие, только спокойствие. Слабо и счастье, здоровье, радость и бабло. Ссылка в описании. Ох да, небесная кидает букет, а толпа девушек пытается его поймать. Парни в сторонке судорожно думают, хоть бы не моя, хоть бы не моя. Вовочка пошел первый класс. Однажды папа приводит его из школы, мама спрашивает. А Вовочка, а сколько будет? Два плюс два. Вовочка говорит, четыре. Мама говорит, молодец, Вовочка, на тебе четыре конфеты. Вовочка говорит, мама, я пошутил, будет десять. Ты не поверишь, я влюбился. В кого? Матрон со второго подъезда. Да ладно тебе. Нет, ты пойми, она мой идеал. Эээ, да вы вчера только пили и раскуляли. Ну, короче, проводил я ее до подъезда. Она мне говорит, заходи на чай. А я отказываюсь, ссылаюсь на занятость. Но она мне говорит, дай мне пальцы, у меня тоже носки дырявые. Офицер кричит на проверке на солдата. Почему вы не попрились? Солдат говорит, я попрились? Точно помню, что сегодня утром я намылил лицо. Офицер говорит, не врите, у вас трехдневная щетина. Солдат говорит, ну там у нас одно зеркало на шестерых. Наверное, я поприл кого-то другого. Прапорщика научили работать на компьютере. Ему это очень понравилось. Особенно мышка. Он сначала заставлял его бегать по коврику, а потом заставил отниматься. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Да недоволен я нашей школой. А что такое? Они дают нам абсолютно нереальные задания. Приходит моя девяностилетняя дочка из школы и говорит, помоги написать реферат на тему крепости Средневековья. Даже я не знаю, что они там пили. А дочка-то откуда знает? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Перед дверью на лавочке сидит мальчик, к нему подходит мужик и спрашивает, папа дома? Мальчик говорит, да. Мужик начинает стучать в окно, стучит, стучит, но никто не открывает. Мужик обижается и говорит мальчику, ты же говоришь, что он дома, почему он не открывает? Мальчик говорит, я не вру, я здесь не живу. Когда начинают чесаться кулаки, это симптомы очень опасного заболевания, от этого потом все тело покрывается синяками и ссадинами. Городская лечебница номер два, после безуспешных попыток найти уборщицу, была переименована в грязелечебницу. Успеха достигает не каждый, но если приложить усилия, однажды ты сможешь сфотографироваться с тем, кто этого достиг. Почувствовал себя динозавром, когда дал пятилетней девушке свой телефон Nokia E51, и она мне вернула его со словами. У тебя экран поломался, не нажимается? Подписываемся, кликаем на колокольчик.